Приветствую всех дорогие друзья, в данном ролике поговорим о некоторых воздействиях порчельных. Начнем с уснувшей порчи. Как это уснувшая? Это заряд динамита без взрывателя. Это негатив есть, но он не активен и не выполняет свою работу. Не взрывается. Но он может послужить хорошим вспомогательным топливом для нового негатива. И еще раз, а как это? Как опухоль в капсуле? Опухоль есть, но она не растет. Как герпес в пассивной фазе. Он есть, но не вылезает наружу. Допустим, одна дама выжелала разбить порчи одну пару, а они успели сами разбежаться еще до момента наведения порчи. Задача для негативной программы снята, негатив проник внутрь, а работы для него и нету, и переходит в спящий режим. Вот решил один завистник перекрыть карьерную лестницу своему конкуренту. А конкурент взял и уволился. И снова нанесенный негатив остался без цели и переходит в спящий режим. Например, решил некто закрыть дороги, некому таланту. А этот талант взял и решил идти по другому пути самореализации, который не вызывает интереса и зависти у этого некто. И снова нанесенный негатив остался без цели и без работы. Порчи всегда ставит цель. А когда эта цель снимается с повестки дня до или во время нанесения вреда, то вектор для программы утерян. И она как боевой робот, реагирующий своими сенсорами на движение и стреляющий на движение, переходит в режим ожидания. Нет раздражителей, нет цели, нет движения, нет вреда. Но заряд-то и потенциал этого уснувшего негатива остался. Заряди в динамит взрыватель и он взорвется. А взорвется он, то есть этот негатив проснется в двух условиях. Первый. Если жертва вновь вернется к цели, на которой был заряжен ранее спящий негатив, разбежавшаяся пара вновь решит попробовать сначала, карьерист возжелает штурмовать вершины, от которых ранее отказался. Талант так или иначе вновь попал в струю того движения, где ему ранее была подложена мина. И тогда этот негатив проснется и выполнит свою работу. Спустя любое время, если он только не был вычищен во время профилактики ранее. Второй. Может случиться эффект цепной реакции. Другая негативная программа, которая может преследовать и другие цели, тоже внесет импульс энергии в энергетическое поле человека. И там встретит спящий негатив. Всколыхнет его, разбудит, и спящая негативная энергия тоже вольется в работу, соединившись с новой программой. Динамит получил свой взрыватель. И от такой схемы получается умноженный, усиленный эффект 1 плюс 1 равен 3. И часто непредсказуемый. Вот решила дама сделать приворот. И программа приворота подтянула в себя спящий негатив. И клиент вместо приворота взял и слетел с катушек, превратившись в злобного демона с ненавистью. Вместо любви ко всем вокруг. Решил некто нанести порчу на здоровье. И усилилась эта программа спящей патогенной энергии. И получилась порча насмерть. И реально убила жертву. Так что у такого вида негатива, как спящая порча, есть два признака. Первичный и вторичный. Первичный при запуске поломало, поколбасило и внезапно закончилось. Вторичный при пробуждении резкий, внезапный и сильный взрыв. Без предварительного раскачивания и нормальных симптомов начала атаки. Как будто на пустом месте и без причины. Следующий вид негатива. Порчи на помещении. Этот вид порчи часто называют подклад. Это порча с доставкой на дом. Или в офис, магазин, другое помещение. Цель этой порчи зависит от помещения, куда производится доставка порчи. Торговые помещения испортить, перекрыть торговлю. Офис развалить, работу. Жилое помещение рассорить обитателей, испортить им жизнь, здоровье, отношения. Это грубый, примитивный, но очень распространенный и эффективный вид порчи. При этой порчи нужно ритуалами, наговорами, заговорами обработать любую дрянь, которую потом затащить в дом, квартиру, офис или оставить на пороге, чтобы с ним вступили в контакт, вступили, подняли. Тогда и включится эта порча. Она включится и тогда, когда неправильно этот подклад утилизирует. Подкладом носителем негатива может стать любая дрянь, но особо почитаемые вещи, связанные с кладбищем. Мертвая земля, пыль, мертвая вода, предметы, побывавшие на кладбище для зарядки мертвой энергии. Негатив можно всунуть в любой предмет и принести его обитателям в виде подарка, даже в виде ценного предмета или драгоценности. Даже на икону умудряются нанести негатив. И чем дольше этот подклад или подарок хранится в помещении, тем больше от него вреда. И этот предмет будет излучать свою плохую энергию, заражая ею пространство, помещение, согласно с той задачей, которую в него вложили недоброжелатели. Даже после удаления подклада или опасного подарка этот негатив никуда не денется. Придется вычищать помещение. Это аналогично тому, как пресекли возгорание, а после этого стоит проветрить помещение от дыма. И на какие признаки стоит обращать внимание? Земля, жидкость, шелуха, монеты, перья, иглы, воск, нитки и прочие дрянь у порога на пороге внутри помещения. Обнаруженные предметы, которых ранее не было в помещении. Подарки от лиц, которым вы испытываете подсознательное недоверие и антипатию. Ну и негативные события и ситуации, которые начали происходить после обнаружения этих предметов или найденной дряни. Очень важно, если вы все-таки нашли подклад, не берите его голыми руками. Возьмите его в перчатках, либо же с лафановым пакетом и утилизируйте с сожжением в огне. Достаточно будет обратиться к огню своими словами, чтобы он уничтожил действие негатива и вернул все обратно тому, кто этот негатив наслал. Благодарствую за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok